Защитить латвийских туристов Латвийцы стараются добрать недополученное за летотепло. Всего в Латвии около ста действующих турфирм. Сейчас можно зарегистрировать где угодно на девятнадцатом этаже офис, называть себя туристическим агентством. И по большому счёту ты никак не можешь отвечать за предоставление услуги, соберёшь деньги и убежишь. Примерно так случилось в 2007-м, когда своих денег лишились 87 клиентов турфирм Royal Tour и Planeta LL. Судебные разбирательства длились целых восемь лет. Лишь в 2015-м Верховный суд постановил наказать руководителей этих фирм тремя годами тюрьмы. И хотя за последние 10 лет в Латвии было всего пару случаев, когда у клиентов возникали проблемы из-за банкротства турфирм, Минэкономики решила обеспечить латвийских путешественников большими гарантиями, чего, кстати, требуют и директивы Евросоюза. Если человек после изменения в этом законе купит поездку в лицензионной компании туристическую поездку, то это гарантирует, что в случае, если, не дай бог, компания банкротится, он свои деньги так и так вернёт, если он там застрянет и компания не сможет этому человеку помочь, будет механизм, как этому человеку поможет тогда государство. Впредь турагентства и туроператоры должны будут оформлять специальную лицензию. Только с ней они смогут предоставлять комплексные туристические услуги и продавать туры. Центр защиты прав потребителей сможет приостанавливать деятельность фирмы, не имеющей лицензию. Кроме того, туроператоры должны будут платить ежегодную пошлину. В случае неплатежеспособности фирмы, возврат туристов в Латвии обеспечит государство. В Ассоциации туристических агентств и операторов инициативу Минэкономики поддержали. Страхование туристов раз и упорядочение в туристической индустрии некоторых течений, которые были до этого момента. На самом деле, в конце концов, это полезно потребителю. Точные размеры пошлины ещё раз работает, но для крупных фирм она может составлять около тысячи евро, а для небольших компаний – несколько сот евро в год. На цены туров это нововведение повлиять не должно, говорят в Минэкономике. Отметим, что в госбюджет эта пошлина должна приносить около 17 тысяч евро, а вот расходы на её администрирование предполагаются примерно в 120 тысяч евро. Но таковы требования ЕС. Если поправки к закону о туризме примет семь, то заработают они уже со следующего года.